Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Это программа Утренний Фрэш. Меня зовут Александр Лупиненко. Я, как всегда, расскажу о культурных событиях Гомеля и познакомлю с другими интересными фактами и событиями. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность. Прогнозируется небольшой дождь. Днем температура воздуха составит 7 градусов тепла. Ветер южного направления скоростью до 6 метров в секунду. И в продолжение темы. По предварительным прогнозам погоды. Весна придет к нам уже во второй половине марта. На территории страны сохраняется теплая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 4-10 градусов. Климатическая зима в Беларуси до сих пор не наступила и, согласно прогнозу, уже не ожидается. Учитывая актуальные прогнозы, текущая зима станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений. По данным сервисов предварительных прогнозов погоды, последняя неделя этой зимы будет теплее, чем первая неделя весны. Но не будем забывать, что долгосрочные прогнозы могут ошибаться, так что поживем, как говорится, увидим. Внимание, кастинг! Если вы любите телевидение, мы ждем вас в нашу команду. Телеканал «Беларусь-4 Гомель» приглашает на кастинг ведущих в новости. Возраст 25+, высшее образование, а также хорошая дикция «Важно!» Совершенство владеть русским и белорусским языками. Заявку можно отправить до 29 февраля. Ну, а более подробную информацию можно найти на нашем сайте tvrgomel.by и в наших социальных сетях ВКонтакте и на нашей странице в Инстаграм. До 1 марта в областном центре проходят гастроли Брестского театра «Кукол». Для детей подготовлен спектакль под названием «День рождения кота Леопольда», а для молодежи и взрослых – постановка «Холстомер». А 10 и 11 марта на сцене театра можно будет увидеть постановки Могилевского областного театра «Кукол». Детям покажу спектакль «Котенок по имени Гав», а взрослым – постановку «Синее-синее». В свою очередь, Гомельский театр «Кукол» с ответными гастролями отправится в Брест, Могилев и Бобруйск. А тем временем Гомельский областной драматический театр готовит премьеру комедии «Боинг, Боинг, Боинг». Молодой ловелас придумал беспроигрышную комбинацию. У него сразу три подруги-стюардессы, не имеющие представления о существовании друг друга. Одна взлетает, другая приземляется, пока третья находится рядом. Но в один день налаженный механизм дает сбой. Герой попадает в безвыходное положение, но пытается выкрутиться, оказываясь тем самым в новых смешных ситуациях. Премьерные показы в Гомельском областном драматическом театре запланированы на 29 февраля, 1 и 7 марта. Далее немного о музыкальных событиях в областном центре. Артисты оркестра имени Василевского снова порадуют поклонников рока. Для них готовится очередной музыкальный подарок. 29 февраля. В рамках программы «В стиле рок» прозвучат хиты, проверенные временем. Усилить впечатления зрителей помогут световые инсталляции и красочный видеоряд. Песни, которые прозвучат в этот день со сцены, многие знают наизусть. Поэтому вполне вероятно, что зрительный зал и солисты станут единым поющим хором. Место встречи – общественно-культурный центр. Народный вокальный ансамбль славянской песни «Ритмы сердца» готовит концерт к своему 15-летию. На сцене городского центра культуры выступят старшая вокальная группа коллектива и вокальная группа жартауницы. Также участниками мероприятия станут приглашенные гости. Руководитель коллектива Лидия Еловая. Концерт запланирован на воскресный день, 8 марта, начало в 15 часов. А тем временем в Гомеле к проведению готовится международный конкурс молодых исполнителей «Вокал Смайл». В первый день марта он не только откроет молодые таланты, но и поможет раскрыть творческий потенциал участников. Участниками конкурса станут все желающие в возрасте от 3 лет. Подробную информацию можно найти в группе конкурсов в социальной сети ВКонтакте. Мероприятие пройдет 1 марта под свободный. К следующим новостям. 4 марта в областном центре состоится традиционный конкурс «Мистер университета имени Франциска Скорины». Впервые он был проведен в 1990-м и в этом году состоится уже в 30-й раз. Частью конкурса станут 4 этапа – театральный, импровизационный, литературный и домашнее задание. В рамках последнего участникам предстоит своеобразная минута славы. Каждый всего за 3 минуты постарается доказать, что именно он самый творческий. Тема этого этапа будет посвящена Международному женскому дню. Всем участникам конкурса полагаются подарки и благодарности. Победители в отдельно взятых конкурсах получат свои заслуженные призы. А обладателя приз зрительских симпатий, конечно же, определят зрители. Кому же достанется титул «Мистер университета 2020» узнаем совсем скоро. 4 марта конкурс будет проходить в актовом зале университета. 7 марта выставку-ярмарку в городском центре культуры представит клуб гомельских ремесленников «Чаровные подарунки». В программе подарки ручной работы, авторские кондитерские изделия, показ модной коллекции, а также бесплатный мастер-класс. Всех желающих буду ждать с 11 до 18 часов. В картины галереи Гавриила Ващенко продолжает работу выставка живописи «Современники». Автор – Норик Саребекян. В экспозиции – портреты современных поэтов, актеров, режиссеров и художников. Отдельный блок посвящен пейзажам и тематическим произведениям мастера. Его картины находятся в частых коллекциях в разных странах мира. Автор также занимается монументальной росписью стен и потолков. За 40 лет своей творческой деятельности он расписал более 1000 квадратных метров. В музее автографа еще доступна выставка под названием «Молчание». Автор черно-белых графических работ – гомельский художник Олег Боклак. Им присущи минималистичность средств исполнения и информационная насыщенность. Каждый посетитель выставки может увидеть в произведениях автора что-то свое, но связь с образно-знаковым содержимым картины остается неизменной. Познакомиться с выставкой можно до 1 марта. К другим новостям. В американском штате Южная Каролина произошел интересный случай. Мужчина решил навести порядок в своей машине. И, сделав это, он стал обладателем 250 тысяч долларов. В ходе уборки в салоне автомобиля из-под сидений счастливчик вытащил около 5 долларов мелочью. Конечно, такая сумма не позволит обогатиться, но владелец авто сразу же ее потратил. Купил на заправке билет в мгновенные лотереи. И он, в свою очередь, принес ему 250 тысяч долларов. Как видим, уборка тоже приносит свои плоды. Житель острова Джерси во время утренней прогулки нашел стеклянную бутылку, датированную 1938 годом. Внутри нее была записка, в тексте которой просьба связаться с конкретным человеком и адрес. Мужчину заинтриговала эта находка, и он разместил историю в социальной сети. В итоге эту запись прочитала женщина, которая проживает по указанному адресу. Она, как выяснилось, не была знакома с мужчиной, имя которого упоминалось в письме. Казалось бы, на этом история могла бы и закончиться, но любопытство оказалось сильнее. Нашедший бутылку британец изучил архивы и нашел таки человека, о котором говорилось в записке. Теперь он ищет родственников героя письма и хочет передать им свою находку. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известная ведущая телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск. В студии пойдет разговор о масленичной неделе. В этом году она отмечается с 24 февраля по 1 марта. Этот древнеславянский праздник с многочисленными обычаями любят все белорусы. Но проводится масленичная неделя с региональным колоритом. О локальных традициях, которые хранят и соблюдают в разных уголках Гомельской области, расскажем сегодня вечером. Это был «Утренний фреш». Я, Александр Улпиненко, желаю вам продуктивного рабочего дня и улыбок коллег, которые подарят вам только хорошее настроение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!